Друзья, всем привет! Видеообзор квартиры, которая находится у нас по адресу Пионерский дом 11. Традиционно сначала вместо расположения о доме, потом о самом объекте расскажу. Расположение, самый центр города, это фактически пересечение улицы Богдана Хмельницкого с улицы Карла Маркса, то есть буквально метров 150, там улица Карла Маркса, там улица Дзержинского. Дом у нас очень интересный, можете обратить внимание, сразу скажу, в квартире вот такая большущая лоджия, она уходит и туда, там можно в комнату другую зайти, и вот еще туда немножечко так же заходит. То есть это отличный классный вариант выйти там, понятно, что не зимой, наверное, а летом, для того, чтобы там встретить рассвет и выпить чашечку кофе. Вот, по инфраструктуре, так как это центр города, понятно, что тут все в шаговой доступности необходимое есть, включая бары, рестораны, магазины и так далее. Вот, а также большой плюс, что в этом доме есть подземный паркинг, доступ в паркинг прямо с лифта, по наличию свободных мест нужно уточнять дополнительно. Вот, по самой квартире, квартира у нас очень интересная, очень просторная для своей планировки. Планировка, как вы поняли, у нас кухня-студия плюс спальня. Квартира идеальна для проживания пары, либо одного человека. С ребенком здесь уже будет достаточно, ну, не очень комфортно, но это уже как бы вкусовщина, на наш взгляд. Вот, ну, хотя, в принципе, нет, нормально будет с ребенком, потому что тут площадь очень-очень большая. Как вы видите, сейчас мы с вами находимся в зале, здесь у нас очень просторная спальня. Большая двухметровая кровать 2х2, панорамные окна, за счет этого много, много естественного освещения. Вот такие интересные мансардные потолки, за счет этого квартира ощущается совсем по-другому. Это даже, наверное, ощущается не как квартира, а какой-то свой небольшой дом. Вот, ну, понятно, что есть у нас тут телевизор в этой комнате и в той комнате. По системам хранения у нас шкаф вот здесь, совсем уже необходимым, да, то есть, по факту, вам надо будет взять только свои личные вещи. И шкаф еще один в прихожей, тоже достаточно просторный, глубокий. Ну, наверное, он больше метров, ну, метр, наверное, в глубину, то есть, у меня под предплечье рука туда входит. Вот, давайте покажу вам санузел. Так выглядит санузел. Санузел совмещенный с душевой кабиной. Сантехника вся очень хорошего класса. Все, все исправно, все работает. Сантехника даже не Гроя, а Ханс Гроя. Вот, большой плюс также этого дома, что здесь есть некий такой консьерж-сервис. На первом этаже находится охрана. Охрана тут круглосуточно находится. И в этом доме практически все квартиры, это не квартиры, это различные маленькие офисы там и так далее. То есть, здесь, поэтому, наоборот, еще комфортнее тут жить, потому что тут соседей очень маленькое количество. То есть, в этом доме, наверное, квартир всего штук пять. Вот, дом, это не старый дом, это новостройка по современным, меркам, да, там дом чуть больше десяти лет. Есть, конечно, жалиф, да, как я сказал. Ну, и очень красиво выглядят подъезды. Там по фотографиям посмотрите, я эти фотографии тоже приложу. Вот, сейчас мы с вами находимся в зале. Зал достаточно просторный, очень стильно сделаны вот эти балки, да, кирпичики, такой около-лофтовский стиль, наверное, так можно выразиться. По оборудованию есть все необходимое для комфортного проживания, для приготовления пищи. Посудомоечная машина, да, в том числе варочная поверхность, то есть, духовой шкаф. Все-все-все здесь есть. Также из зала есть возможность выходить на ту же лоджию, где мы с вами были. Здесь у нас уже стоит ротанговая мебель. Как раз к весне, думаю, будет это все актуально. В принципе, я показал все, что хотел показать. Будем рады... А, еще очень важный момент. Забыл сказать, что здесь вот есть система кондиционирования, то есть, она и воздух, ну, получается, остужает, она может и подогревать, да, в зимнее время года, что тоже, конечно, является очень таким большим плюсом. Будем рады вам эту квартиру показать вживую. Надеемся, что именно вы станете нашим новым арендатором. Спасибо.